Как помочь больной престарелой женщине? Этим вопросом уже не первый месяц задаются жители дома номер 4 по улице Полевая. Практически каждый день соседи слышат крики из квартиры 99, которые мешают и пугают жителей подъезда. Полицию я вызываю постоянно, потому что у меня трое детей, в том числе грудной ребенок. Эти крики, ребенок напуган, плачет, не спит, ничего. Она вот все утро стучит палкой по двери, просит, чтобы ей помогли, открыли дверь. Соседке пояснил, что бабушка кричит, просит помощь. Также она пояснила, что за ней ухаживает племянница, зовут Валя. Фамилию она не знает. В этот раз соседи вызвали полицию. Хозяйка квартиры, Татьяна Семеновна, громко кричала и просила позвонить своей родственнице, Валентине Александровне. Валя, 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 она... Из разговора выяснилось, что в квартире ее заперла племянница, которая ухаживает за больной женщиной. От помощи полицейских хозяйка квартиры отказалась и запретила вскрывать дверь. Дошло до того, что она... А тогда она еще сама себя могла обслуживать. Дошло до того, что она уже ходила, попрошайничала по подъезду, говорила, что дайте мне поесть. Как нам пояснили полицейские, вскрывать двери они могут только по судебному предписанию или при отработке оперативных действий в случае совершения преступления в квартире. Ну дверь будете ломать, дверь или нет? Придет? Отказывайте, значит. Ну, значит, помощи не нуждается срочно. По словам племянницы, Татьяна Семеновна больна сахарным диабетом и имеет психологическое расстройство. То есть может заговариваться, путать имена и вести себя не совсем адекватно. Однако поместить ее в соответствующее заведение родственникам запрещено. Я подавала в суд в этом году, в летний период, но из суда мне прислали документы назад и в описку о том, что я племянница, не являюсь близкой родственницей, поэтому не имею права решать подобные вопросы. С другой стороны, можно понять жителей подъезда, которые периодически слышат крики своей соседки. Мы очень устали. Я тоже два лет первой группы и здоровья никакого. И не сплю ни ночами. Но она, потому что кричит и ночью, и днем. Племянница, в свою очередь, не отказывается от своих обязательств и делает все возможное. Два раза в неделю я приезжаю, я все ей оставляю. Я как вот могу, так ухаживаю. И теперь остается только надеяться на то, что жители подъезда найдут решение из этой непростой ситуации.